МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот его пассажир, восьмилетний мальчик, в ледяной воде утонул. Точную картину происшествия сейчас восстанавливают следователи. Школы и детсады в злостных должниках у энергетиков. Сегодня стало известно, что расплачиваться по счетам образовательные учреждения не спешат. Лишь только угроза судебных санкций вынуждает их сделать платежи. Только в октябре энергетики региона подали в арбитражный суд республики около 80 исков на общую сумму более 15 миллионов рублей. Такого объема судебной работы по данной группе потребителей Хакас Энергосбыти не фиксировали давно. Задолженность у большинства школьных должников копится с марта этого года и исчисляется сотнями тысяч рублей. В базе компании больше 300 общеобразовательных учреждений разного профиля. Из них своевременно оплачивают энергоресурсы и не имеют задолженности лишь около 50. Хакас Энергосбыт имеет право ограничения должникам подачи энергии. Пока все проблемы удавалось решить без выключения рубильника. Сегодня в Усть-Абакане ветеринары республики дали отпор африканской чуме. В районном центре специалисты ветинспекции отрабатывали схему действия в случае возникновения в Хакасии вспышки страшного заболевания. За ходом учений наблюдала наша съемочная группа. На борьбу с условной вспышкой африканской чумы свиней вышли десятки человек. Помимо ветслужбы это полицейские, сотрудники ДПС, медики, представители местной администрации. Все, кто входит в комиссию по чрезвычайной ситуации. С начала года в России зафиксировано свыше 100 случаев вируса. Пока эти очаги далеко от границы Хакасии. Но способы распространения заразы довольно мобильные. Это заболевание распространяется ввозом на нашу территорию продуктов животного происхождения. Это значит сало, шпик к нам в больших количествах вводится на перерабатывающие комбинаты, колбасные цеха, мясо за Урала идет с той территории. По легенде, в одном из сел района от африканской чумы произошел падеж свиней в частном хозяйстве. В зону риска попадают все животные в радиусе 5 километров. Соответственно, все свиньи на данной территории, даже здоровые, подлежат уничтожению. На языке ветеринаров – отчуждению. От перспективы лишиться поголовья хозяйка бутафорских свиней падает в условный обморок. Все смеются. В реальной ситуации будет недовеселье. Вирус африканской чумы безвреден для человека. Но его распространение грозит колоссальными убытками, особенно для крестьянско-фермерских хозяйств. Это где ни одна, ни две, а 300 голов, 400, как у нас есть у крестьян. И это происходит отчуждение, как вы видели. Миллионный ущерб происходит. Человек теряет все, свое хозяйство, чем занимался, и доходы, естественно, и бизнес. Вакцина от африканской чумы не существует. Единственным способом борьбы является карантин и полное уничтожение свиней в угрожаемой зоне. Поэтому еще в начале мероприятия ветеринары сами себе пожелали, чтобы борьба с африканской чумой в Хакасии всегда оставалась в виде учений. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Депутаты ЛДПР предлагают создать некоммерческие общественные организации, помогающие органам власти в борьбе с незаконной миграцией. В действующей сейчас редакции закона о некоммерческих общественных организациях содержится 12 видов деятельности. Новым законопроектом предлагается дополнить этот перечень 13 видом. Это содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в борьбе с незаконной миграцией. Как отмечают парламентарии, число мигрантов в России растет с каждым годом. Как следствие, возникает необходимость в их трудоустройстве, обеспечении жильем, оказании помощи в социальной, экономической и культурной адаптации. По мнению либерал-демократов, большую роль в этой важной работе могли бы оказать именно некоммерческие организации. У молодых мам, оказавшихся в кризисной ситуации, появилась возможность не только получить грамотный совет, но и реально изменить свою жизнь. В Хакасии два дня работал форум для мам, которым от 14 до 30 лет. Благодаря этому социальному проекту молодые женщины могли получить консультации по воспитанию детей и семейным проблемам, поучиться на различных семинарах, тренингах и мастер-классах и даже найти работу. Центр молодежных инициатив на грант Минобразования привлек психологов, соцработников, специалистов Центра занятости, которые готовы помочь тем, кто не отчаялся и стремится реализовать себя. Организаторы отмечают, что проект задуман прежде всего как неформальная площадка для общения между молодыми мамами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Всего планировалось привлечь более 40 мам. Наша задача и психологическая помощь, и финансовая помощь, потому что придут волонтерские организации, группы, которые как раз предложат мамам финансовую помощь. Как показывает практика, быть студентом-отличником в Хакасии не только престижно, еще и выгодно. Повышенная академическая стипендия в том же госуниверситете составляет 10 тысяч рублей. Плюс к этому в республике действуют другие бонусы для талантливой и активной молодежи. Премии главы Хакасии мэра Абакана за творческий талант и достижения работающим. Недавний студент ХГУ Василий Суворов ныне успешный программист в одном из ключевых предприятий Абакана. Помимо этого парень в свои 27 в составе молодежной администрации города, автор нескольких социальных проектов от мэрии, в том числе помощь молодым семьям. Василий в десятки горожан удостоенных нынче премии мэра. Сумма пусть и не фантастическая 10 тысяч рублей, но главное здесь признание, уверен активист. В первую очередь вообще приятно получать именно в ответ, когда ты делаешь, тебе нравится это дело, а в ответ ты получаешь еще уважение, почтение, получаешь почет. Это в первую очередь движет тебя вперед, совершать все больше и больше поступки, какие-то качественные дела. Что касается студентов, 2000 рублей сверх простой академической получают те, кто учится на педагогах хакасского языка и литературы. В республиканских школах напряженка с кадрами, и это как стимул. 39 отличников учебы сегодня получают стипендию главы Хакасии, это 1500 рублей ежемесячно. И шестеро от мэра Абакана, это 7000 рублей, но всего два раза в год. Стоит также сказать, в большинстве случаев молодежь и студенты, отмеченные премиями и стипендиями за высокие достижения, в большинстве становятся успешными специалистами в политике, культуре, бизнесе и прочих сферах. Константин Кравцов, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Период навигации на водоемах Хакасии завершится 3 ноября. На водных объектах региона начинается период становления льда. Инспекторы напоминают, эксплуатация маломерных судов в период, когда навигация закрыта, является нарушением и грозит административным штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Во время ледостава гражданам следует проявлять осторожность, отдыхая у воды. Не стоит пытаться переходить водоемы по первому льду. В самом центре Абакана, на перекрестке улиц Ленина и Щетинкина, у почтампа появилась скульптура собаки со щенком. И разместились они там, где находится так называемая касса добровольных пожертвований, приюту для кошек и собак. Хозяйка этого приюта, Светлана Коновалова, по-прежнему предана своему делу. О том, что сегодня происходит в ее владениях, она рассказала Алексею Гончаренко. Миниатюрная скульптура собаки с бронзовым отливом под кассой для сбора помощи и для самой хозяйки этой кассы оказалась полной неожиданностью. Подарок должно быть в знак благодарности от неизвестного автора. И настолько прекрасно сделанное, это сделал какой-то очень хороший человек. В смысле, вы даже не знаете кто? Анонимно. Светлана приглашает взглянуть, как сейчас живет приют. Здесь, по соседству с бывшим поселком Сахарный, 4 года назад ей удалось выбить у властей 5 гектаров пустыря. Светлана создавала приют, и чтобы бездомных животных было меньше, и чтобы вообще решить проблему бродячих собак. Говорит, сейчас их здесь порядка 300, но ощущение, что больше. А возможности приюта не безграничны, но вот очередная партия подброшенных щенков. Люди добрые, некрасиво вести так, я в том смысле, что, ну нельзя так относиться так к нам. Вы нас затюкаете этими щенками, мы не сможем на ноги встать. Встать на ноги помогает касса для сбора помощи, что в центре Абакана и добровольцы из Германии. Даже улицы в питомнике поименованы на немецком языке. Дармс-Штрассе, Верена Блюмер, Шольцель и так далее. Это улица семьи Дармс. Это люди любящие. К нам помогает женщина. Помогала. Дай бог ей здоровья. Господи, хоть бы она была жива. Она на аппаратах искусственных. И она, ей показали, и она помогла приюту хорошую сумму. В приюте строится и кошкин дом на 200 квадратных метров. Судя по всему, он будет со всеми удобствами. С оттоплением и выходом на улицу в просторный вольер. А пока в существующем помещении слишком тесно всем его обитателям. Хотя и здесь имеется выход в сквер. Но в приюте живут надеждой на скорейшее новоселье. Наталья Малышева из Хакасии взяла золото всемирных игр боевых искусств, завершившихся накануне в Санкт-Петербурге. Девушка одержала уверенную победу в финальной схватке командного турнира по женской вольной борьбе. В категории до 51 килограмма Наталья противостояла спортсменке из Азербайджана и одержала убедительную победу со счетом 12-4. Встреча стенка на стенку завершилась со счетом 6-1 в пользу сборной России. Новые правила регистрации автомобилей действуют на территории страны с 15 октября. Стало ли удобнее и проще поставить на учет машину? И как не попасть в ловушку мошенников при ее покупке? На эти и другие вопросы нам ответит Александр Лебедев, заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД по Хакасии в рубрике «Интервью». Не пропустите. А из новостей у меня к этому часу все. Хорошего вам вечера и увидимся на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова